В Санкт-Петербурге в Казанском кафедральном соборе почтили память великого русского полководца Михаила Кутузова. Панихида у могилы генерала-фельдмаршала состоялась в 279-ю годовщину со дня его рождения. Наша с вами святая Русь, наша великая Россия, она жива, она будет всегда жить. И она будет жить только до тех пор, когда у нас будет биться сердце Русской Православной Церкви. Несомненно, все наши великие русские полководцы, это были избранники Божии. То есть Господь в нашем народе посылал этих людей, кого-то избирал из нашего народа. Я всех призываю сейчас помолиться в душе нашего великого русского полководца в день его рождения Михаила Ивановича Кутузова, вникнуть в суть его подвига, его жизни и извлечь для себя вот те примеры любви к своему Отечеству и дух патриотизма. Помолимся. Михаил Иванович Кутузов, русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, ученик и соратник Александра Суворова, участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года, первый полный кавалер ордена святого Георгия. В 1811 году удостоен графского титула, с 1812 года именовался светлейшим князем Гленищевым Кутузовым-Смоленским. «Облажен вам пустенний вечный покой, Олах, Господи, и все поминаемому, работаемому воину князю Михаилу, и сотворить не может, веча моя Бога». За богослужением молились офицеры и курсанты Военно-космической академии имени Александра Можайского, историческим предшественником которой считается артиллерийская и инженерная школа, где учился Кутузов. В Казанском соборе Кутузов вскоре после своего назначения главнокомандующим русской армией молился перед главной святыней храма Казанской иконой Божией Матери. По окончании богослужения к памятнику военачальника были возложены цветы. Образ Михаила Иларионовича сохранен не только в памятниках и картинах. Он запечатлен в наших сердцах и душах, благодарных Господу за такого служителя и защитника отчизны. Субтитры создавал DimaTorzok